В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Главы районов Махачкалы снова будут участвовать в еженедельных совещаниях в мэрии. Резван Газимагомедов меняет формат работы столичной администрации. Об этом через минуту. Пальмовому маслу нет, местным продуктам – да. На совещании правительства обсудили проблемы качественного питания в школах и больницах республики. 300 тысяч рублей чемпиону. В Махачкаре определился обладатель 10-го кубка по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Мурада Гайдарова. Резван Газимагомедов провел сегодня первое совещание в статусе исполняющего обязанности мэра Махачкалы. Городоначальник начал работу с налаживания связей с главами внутригородских районов, отметив, что впредь они будут участвовать в еженедельных аппаратных совещаниях и в обсуждении важных для столицы проблем. В числе первых заявлений и вопросы использования ранее освобожденных земель. Все участки, возвращенные в собственность муниципалитета, должны быть использованы под объекты социальной инфраструктуры, заявил Резван Газимагомедов. Кроме того, он подчеркнул, что все непременно должно быть прозрачно. О планах реализации на каждом земельном участке обязательно должны знать горожане. Отдельно он высказался о проблемах газификации пригородных поселков и о подрядчиках, выполняющих работы. Здесь, по словам Газимагомедова, разговор будет жесткий и без поблажек. По Сулаку я с вами повторяться не буду. Без газа Сулак не должен остаться. Меня не волнует подрядчик, неподрядчик. Дайте мне объективную справку, что делать, если не сделано. Я думаю, мы найдем силы самим решить эту проблему, а кто этим занимался, их отстраним просто от этого дела. Другого подхода не будет. Человек отвечает, он будет отвечать за результат. Говорит, находит оговорки, это мы все стали мастерами. Кто задачу не выполняет, ну извините, идите на более легкую работу. Здесь эффективность на первом месте будет работать, всех касается. Отказаться от продуктов с содержанием пальмового масла и делать упор на местного производителя. Усиление контроля над качеством продуктов питания в школах и больницах Дагестана стало ключевой темой очередного заседания регионального правительства. Как отметил премьер-министр Абдул Муслимов, в этом вопросе необходим строгий и постоянный мониторинг ситуации. Более того, он рекомендовал Минобру и Минздраву работать с дагестанскими поставщиками, продукция которых намного качественнее и безопаснее того, что нам завозят из других регионов. У нас экологически чистая продукция, которая востребована на все территории Российской Федерации. В Москве, я уже неоднократно говорил, сейчас тоже убедился, в Москве зашел на один рынок специально, рядовой рынок Москвы, и продают помидоры тепличные, написано «Аданакские помидоры». Я спрашиваю у продавца, а вы знаете, что такое аданакские помидоры? Они говорят, это востребованная продукция под этим брендом. Я говорю, а где это находится? Не знаю. Или то же самое, например, один каджик продает баранину, Рамазан Джафаревич. Я говорю, что за баранин? Дагестанская баранин. Откуда? Не знаю. Я начал нажимать на кнопку религиозную, и он говорит, это из Воронежской области. Понимаете, в Москве, вы знаете, какие там цены и так далее, востребована наша продукция. А мы своих детей не кормим этой продукцией. Своих больных не кормим этой продукцией. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Я вам торжественно обещаю, этот вопрос правительство Республики Дагестан возьмет на особый контроль. Силовики возбудили уголовное дело на группу сотрудников Дагэнерго. Проверка, которая проводилась в отношении бывшего директора Магомеда Абдурашидова, выявила еще несколько фигурантов, которых подозревают в нанесении компании ущерба в особо крупном размере. Помимо самого Абдурашидова, по делу проходят ныне действующие сотрудники компании, главный инженер Ханапиев, заместитель директора по реализации и развитию услуг, Мамаев и начальник управления технологического присоединения и перспективного развития Абакаров. Все они отстранены от занимаемых должностей на время следствия. Напомним, что экс-директор Абдурашидов был уволен еще в начале мая текущего года. В Дагестане стали меньше строить. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков России. Выяснилось, что за 10 месяцев этого года в регионе введено в строй 380 тысяч квадратных метров многоквартирного жилого фонда. Если сравнить с тем же периодом прошлого года, то показатель снизился на 2%. Среди 85 регионов всей страны республика занимает 10 место по показателю ввода жилья за октябрь 2022 года. Реконструкция автодороги местного значения в Анашимахи, Нижние Мулебки была завершена. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Общая протяженность дорожного участка составила 11 километров. В реконструкцию было включено расширение дороги, подведение водоотводных труб, восстановление моста, строительство остановок и многое другое. В Махачкале определился обладатель 10-го кубка по вольной борьбе на призы заслуженного мастер спорта Мурада Гайдарова. Соревнования собрали борцов одной категории до 74 килограмм. В спорт за трофей вступал 21 вольник среди участников медалисты чемпионатов мира, Европы и Азии. Кому достался главный приз узнавал Курбан Рагимов. Быстро, компактно и уютно. Дворец спорта при стадионе Труд принимает 10-й юбилейный турнир на призы Мурада Гайдарова. В последние годы соревнования проводят в одной категории до 74 килограммов. В этом весе заслуженный мастер спорта добился своих главных побед. За несколько часов можно закончить турнир. Он удобен для зрителя и для борцов самих тоже удобен. Два года не проводили и решили просто продолжить по традиции уже 10-й юбилейный турнир. И постарались вот так его провести. Хорошие ребята, участники тоже приехали. Уже на начальной стадии турнир преподнес болельщикам немало сюрпризов. Во втором круге оступился двукратный чемпион мира Магомед Расул Газимагомедов. Автор сенсации Мухаммад Насырхаев из Хасавюрта также остался без медали. В финал в этой группе пробился призер чемпионата страны среди юниоров Имам Ганишев. А в другой стороне сетки все обошлось без неожиданностей. Обладатель Кубка мира Розамбек Жамалов шел к финалу уверенно, одержав три досрочные победы. Турнир в центре Махачкалы стал для болельщиков настоящим праздником борьбы. Зал заполнен до отказа. Любителям спорта понравился формат соревнований. За несколько часов они смогли насладиться мастерством медалистов чемпионатов мира, Европы и Азии, а также молодых и подающих надежды вольников. Действительно, наш народ, наша республика, посмотрите, столько места не было, смотрели, один вес 74-го смотрели все это, со всего Дагестана болельщики, потому что любят. Я доволен, доволен как пенсионер, доволен как Аксакал, 50 лет, который отдал этому виду спорта. Я хочу вот в таком форме и формате, чтобы проводили соревнования. Формат понравился. Да, формат, очень сильно понравился. Никакие споры, никакие разногласия студии, никакие разногласия на ковре. На ковре они были хорошими противниками, каждый хотел показать свою борьбу, красоту эту. А за ковром они уже обнимались, уходили. Праздник удался, хорошие схватки, формат очень даже интересный. В конце рабочего дня, финалы, из-за этого зал был заполнен. А формат такой в голову пришел. Я думаю, что, надеюсь, что инициативу перехватят и в других весовых категориях будут такие же турниры. Они в один день проводятся и удобно. Финальная схватка «Разамбек Жамалов» и «Мам Ганишев» стала украшением турнира. В Хасавиртовском дерби борцы обменивались яркими атаками, но в решающих эпизодах сказались опыт и мастерство Жамалова – 7-4. Воспитанник спортшколы имени братьев Сайтиевых заносит в свою копилку еще один трофей. Хорошо отборолся Ганишева. Ну, я всегда настраиваюсь на тяжелую схватку, ждал тяжелой схватки, чтобы потом не было сюрпризов, поэтому был готов. Хорошая молодежь на пятки наступает, поэтому… Ну, я и сам не старый, и все равно, когда такие ребята есть, и бывает стимул тренироваться еще больше. Победителю турнира вручили памятный кубок и главный приз – 300 тысяч рублей. Денежных премий также удостоились и остальные медалисты. Они получили 100 и по 50 тысяч соответственно. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова